Евгений Германович, ваш роман Чагин, главный герой, обладатель феноменальной памяти, он ничего не забывает, это скорее бремя, это его наказание. Со всех сторон мы слышим, что память это абсолютная ценность, тот, кто забывает, вынужден повторять свои ошибки. Ваш роман получается такое оправдание забвения? Это напоминание скорее о том, что память существует только в паре с забвением, как, допустим, слово существует в паре с молчанием, потому что если бы мы помнили все, что мы видели или слышали, мы бы, наверное, сошли с ума. Но есть вещи, которые нас очень ранят, и счастье в том, что мы их забываем. Речь идет об эмоциональной стороне памяти. Притупляется она. И вот в случае Чагина, вот эта эмоция оставалась такой же яркой и нестертой, как в день своего возникновения. И это очень тяжело, особенно если учесть, что речь в случае Чагина идет о предательстве. Вот это предательство его жгло всю жизнь и ощущалось им, как только что совершившееся. Главный герой, определяющий события его жизни, да, он в молодости, он пишет донос. И это попытка изжить вот эту вот травму, определяется вся его жизнь. Мне интересно, а почему именно этот поступок вы выбрали в качестве вот такой вот, ну, как бы сказать, слонной точки? Почему не другое преступление? Ну, не будем брать убийство, почему не украл? Это было бы очень просто украсть. В общем, нехитрая эта штука, наверное. Чагин вот свои доносы первоначально оправдывает для себя сам, как деятельность на пользу советского государства. Украл это очевидно, украл это все понятно, а тут вроде бы помогал. Жизнь надо строить на попытке восстановить в собственных глазах уважение к себе самому. Ведь он потерял это уважение. Его патологическая память, это предъявляет ему ежедневно, вот этот его проступок. Главное, что это показывает, что у него есть совесть. Совесть – это память. Совесть – это острая память. Многие из нас все забывают. Забывают гитлеровское время иногда, забывают какие-то еще вещи. Вот острота чувствования, острота памяти к такого рода катастрофам, она является до некоторой степени, если не гарантией, то надеждой на то, что это не повторится. В вашем романе действует несколько рассказчиков. Читатель быстро понимает, что картина действительности, которую они описывают, она отличается от того, что является общепринятым. То есть есть правда и есть художественная правда, некоторый вымысел. Вам не кажется, что те, кто позволяют себе художественный вымысел, обладают большей властью и над миром, и над обществом? Наверное, сейчас говорят, что у нас поэт больше, чем поэт. Мой хороший приятель, писатель Геласимов, вот когда эта фраза прозвучала, он сказал, что в России водопроводчик больше, чем водопроводчик. Уж такая у нас страна. Это очень важный вопрос, но вопрос довольно свежий с точки зрения истории литературы. Это ведь качество нового времени, литература нового времени, художественным вымыселом. Вымыслов в Средневековье, в Средневековой литературе не было. Поэтому вот такой вопрос нельзя было бы задать в 15 веке. Художественного вымысла не было, потому что вымысел есть ложь, а ложь – это грех. Благодаря вымыслу, посредством вымысла, писатель конструирует новую действительность. Потому что что такое вымысел? Это не то, что возникает только в голове. Это некие обстоятельства, перенесенные из одного времени и места в другое время и место. Вот что такое вымысел? Это не то, что кристаллизовалось в голове повествователя. Это просто перенесение. И в этом смысле это тоже правда. Это тоже реальность, но реальность другой нарезкой. У вас в романе несколько реальных вот таких вот создателей вымыслов. И Шлиман, и Даниэль Дефо, и Мещерский. Они все немного разные. У меня вообще возникает вопрос, а применительно уже и к вам, как к рассказчику, как к создателю вот этого мифа. А вы какой? Я существую во всех, без исключения, героях. Автор – это маленький демиурок. Он создает свой мир. И поэтому все достаешь из себя, и глупость, и скупость, и то, что ты чувствовал сам или видел в других. В Чагине есть такой сюжет о старце, к которому пришел человек и кого-то ругал, ругал, ругал. И старец, утомившись, слушая это, говорит, ну скажи о нем что-нибудь хорошее. А тот говорит, да нет в нем ничего хорошего. И старец говорит, ну так придумай. И вот это придумай – это не ложь. Это некоторая рука помощи. И вот это то, что делает вымысел. Я понимаю, это очень уязвимая позиция, заявлять, что фантазии способны быть оправданием. Но мне кажется, что милосердие выше справедливости. Если, допустим, человек умел мечтать, пусть он ничего не сделал, пусть у него не получилось. Но если он даже мечтал, то это уже отражает его суть. И это дает ему шанс. Продолжение следует...